Всем здорова! Меня зовут Антоха и это у нас игрушка Forza Motorsport 7, в которую мы сейчас зайдем после этой заставки. Итак, я открыл на полный экран. Это у нас демо-версия, напоминаю. Сейчас мы можем смотреть вот такое приятное меню входа. Нажмите Enter, чтобы начать. Нажимаем. Сейчас идет загрузка профиля Xbox. Могут быть вот такие вот пролагивания, подвисания в игре. Это нормально, так как это демо-версия. У меня уже раза 4 при попытке проехать гонку меня выбрасывало. И что мне классно, реально нравится. Вот эти вот пролеты из салона, детализация автомобиля. Вообще, очень крутая задумка. Бах, мы только что были в прошлом. А тут уже бах, мы летаем над салоном Пагани. Ну, круто, в общем, круто. Итак, как выглядит наше главное меню. В главном меню у нас находятся 3 ячейки. Это непосредственно перейти к гонке, купить игру и параметры. Параметры я уже заранее настроил, поэтому нажимаем перейти к гонке. Здесь у нас мы видим 3 автомобиля. За каждым автомобилем в этой демо-версии привязан свой гоночный сезон. Можно так сказать. Здесь мы видим джеттер 35 Низмовской конфигурации 2015 года. Затем Мерседес Бенц для тракпула. И Порше 2018 года 911 JT2 RS. И давай мы, наверное, попробуем сейчас проехать на джеттере. Так как я хочу вам показать и полностью и Ниссан, и Мерседес, и Порше. И выберем первый джеттер. Такая красивая у нас заставочка проехала над машиной. И нажимаем Enter, чтобы начать. Нужно немножко подождать, потому что здесь паузы продолжительные, довольны. И мы видим вот такой вот красивый джеттер. Просто бомба. Низмовский. Здесь у нас также доступный выбор скинов персонажей. Современный астронавт. И внизу еще есть ячейка, которая обозначает, какой это костюм. Мы видим очень редкий, редкий, необычный. Есть легендарные. Ну, выберем мы, скорее всего, нашего Стокуо. У Кио Токари. На нем мы, в принципе, и поедем. Доступна здесь также помощь. Помощь я немножко настроил, так как я играю первый раз в автосимулятор подобного рода. Костюм водителя мы уже смотрели. Сложность Соперников я поставлю новичок, а вот агрессию ихнюю я включу. Здесь ниже у нас представлена трасса Нюрнбург Ринг-Джи-Пи. У нас будет дождь, будет мокрое покрытие. Проедем мы два круга. Длина одного круга 5 километров 150 метров. И ждем, соответственно, пока у нас загрузится самотрасса, самогонка. Банально это прозвучало так смешно, пока у нас загрузится самогонка. Ну, ничего. Также сегодня еще вышло Project Cars 2. Обязательно я в нее поиграю, потому что первую версию этой игрушки я обожаю. Вышло продолжение. Но это будет чуть-чуть позже. А сейчас мы пока понаблюдаем за этой гонкой. Итак, еще раз можно все, извините, проверить, посмотреть, выбрать костюм водителя, помощь. Ну, все это мы сделали. Мы просто нажимаем Enter, чтобы начать заезд. Отчет времени 3, 2, 1 и поехали. Вот такой у нас вид салона. С помощью таб мы его поменяем, так как у нас будет дождь. Опа! Тут я как-то сильно уже разгазовался, наверное, разогнался. А вот агрессия противника. Вот смотрите, как меня зажали. Также эта игрушка поддерживает текстуры разрешением в 4К. Здесь есть разрешение 3000 с копейками на 3000 с копейками. Я не помню точно, я просто разрешение 4К. И вот у нас уже начинается дождь. Еду как нубяра. Управление очень такое реалистичное. И чувствуется, что машина как бы, ну, она не совсем легкая. И вот пошел уже мелкий дождь. Сейчас посмотрим, как будет великолепно здесь или нет. Реализованы текстуры вот этих капель на самом автомобиле. И вот мы видим, оп, разворот. Меня просто развернули. Еду не на результат какой-то. Еду просто на участие. Хочется просто посмотреть. И вот мы видим вот такой вот вид из столона. Пожалуйста. Стало еще тяжелее, так как трасса у нас стала мокрая. Ну, графика, кстати, у меня не на максимуме. У меня частично настройки высокие и частично средние. Вертикальную симпционизацию я выключил, что-то у нас было больше кадров в игре. И тут мы видим вообще, вообще просто ничего не видно. И хочу я проверить перемотку, потому что тут я вылетел перемотать им еще дальше. И давай, да стой! И давай начнем, наверное, с этого эпизода. Тут я буду оттормаживаться. Ну, я просто не посмотрел на карту на самом-то деле. Сейчас мы посмотрим, как дальше. Ага, это вот у нас просто приближает другой вид из кокпита. Опять был толчок. Опять меня толкают. Меня зажал корвет. Клинился я за лампой. И можно тут по внешнему немного пойти на обгон. Вообще, вообще просто ничего не видно. Охренеть. Тупо нихера. Ай! Никто этого не видел, поэтому... Поэтому можно было ехать, но я какого-то хера нажал Escape. Я не знаю, что сейчас... Куда оно меня вернет. Ага. Вот тут... Жалко, нет режима фото. Я тут хорошо влупился в колеса. Так, ну все, все. Давай продолжим с этого места. И... Тут уже... А, блядь, смотри, а. Надо было оттормаживаться. Ну, пожалуй... Трасса скользкая. Я-то оттормозил-то. Вот, смотри, опять, а. Просто надо не забывать, что это очень реалистичный автосимулятор. И вот тут можно, в принципе, не идти на обгон, чтобы не рисковать. И тут у меня срезка кругов напишут. А, нет, не написали. И тут еще одна сейчас будет такая вот шпиля, в которую нужно очень-очень-очень аккуратно заходить. И все. И тут можно уже на финишной прямой, в принципе, делать раздражовку. Не видно текстур. Впереди реально не видно текстур. Не видно текстур вообще автодрома. Вот это, конечно, класс. Я не знаю, с чем связаны эти причины. Конечно, тут не видно. Ну, какого-то хера их нет. Можно, в принципе, немножко поднаглеть и обогнать. Не дотянул я до поребрика. В нашем классе он при лампы. Макварен, Ягвар, Феррари. Бемпляк впереди, по-моему, даже едет. Ну, интересно, интересно. Так, еще один полчок. О, и тут вообще текстуры у меня выпали. Какого-то хера реально просто текстуры выпали. Но промежуточное время я немножко улучшил. Можно подгазовать. Я, кстати, 13-й сладкий четырех. Пробираюсь почти. Я сказал, сука, пробираюсь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ху. Вот это её не сло, конечно. А дочь уже кончился. Я что-то пока обращал внимание на все эти лаги и глюки, дочь уже тем не менее кончился. Я не знаю, с чем связаны пропадения текстур. То ли с манизотропной фильтрацией, которую я выставил всего 8. То ли, может, я где-то упустил такую вкладочку, как прорисовка, там трассы, дальность прорисовки. Не знаю. Ну, нарекать на игрушку нечего. Может быть, это всё же моя система. Хотя я на неё не жалуюсь, но всяко может быть. Я живу. Тем более, это демо-версия. А тут надо оттормаживаться. Этот поворот я уже только помню. Тут можно нагребти. Немножко хотя бы стать. 14-м. Ага, вот он заед на пит-лейн. Но, тем не менее, второй круг у нас закончился. Можно оздавать. И опять нет текстур стадиона. Стадиона, автодрома, нет текстур. Второй круг мы поехали. Но что-то у нас... Ага. Всё, вот у нас гонка кончилась. Нужно будет ещё покопаться, мне кажется, в настройках графики. Тем не менее, я на 13-й позиции. Если бы я, в принципе, не плужил и не тупил, я думаю, позиция была бы намного лучше. И тут у нас, вот представлено, лучшего ночного симулятора E3 Gamescom 2017 года. Тут у нас куча настроек, как это всё круто, куча рекламы, куча красивых видеороликов. Но мне хочется сейчас не это, я хочу катнуть на Порше. Тут кастомизация самого персонажа. Тут куча костюмов. Нет, купить её не желаю. Всё, я хочу зайти в параметры. Чё у нас тут в параметрах видео? Давай зайдём, расширенные. Давай 25 поставим, я не знаю. Ну, я не затропную, думаю, на максимум-то, да ладно. Размытие в движении можно влепить. Тени я выключил. Сглаживание, пускай будет MSAA на 2x. Качество бликового объектива. Ну, давай выключим. Я не знаю, чё оно такое. В лобовом стекле. Enter. Это мы приняли. Так. Давай перейдём ещё раз в гонки. Ух ты! Это чё за херь у нас? Так, параметры. Чё я поубирал? Масштаб разрешения. Ага. Я понял. Смотри, масштаб разрешения. Во. Всё, давай перейдём в гонки. И катнём на... 911-м парше. Нажмём Enter. И будем молиться компьютерному богу, чтобы у нас игра запустилась. Точнее, не игра, а самогонка. И мы проехали ещё на парше. Сейчас у нас проживаются все текстуры. Давай выберем этого крутого лаймового чувака. Нажмём Enter. Посмотрим помощь. У нас всё включено. Так, повреждения топлива и шины. А повреждения давай поставим реалистичные. Сложность. Собратьев. Новичок. Enter, Enter. И нажимаем Enter. Чтобы проехать следующую гонку, которая у нас уже будет продолжительнее, чем Нюрнбург Ринг. Тут мы проедем на трассе в Дубае. Тоже два круга мы можем проехать на ней. Но длина одного круга не 5.15, как было у Нюрнбург Ринга, а 7.26 километров. Итак, мы видим красотень там, где мы будем ехать. И я предлагаю, наверное, поехать этот заезд уже, посмотреть, что такое Порш. Посмотреть, что такое Дубай. Ну, красиво, красиво. Не спорю, красиво очень. Ого. 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 Вот это оно дурное, я вам скажу. Парниши, ого, вот этого я реально прикола не ехал. Тут меня то ли понесло, то ли развернули, то ли я, короче, реально, я не... А, его несет классно так. Все, я понял. Он из-за своей нелепой такой грубой мощности его тупо несет в занос. Не, ну круто, что. Ну, на трассе Дубая у меня как-то оно подлагивает больше. Текстуры как-то не хотят особо прорисовываться. У меня это, если честно, напрягает. Да тормози! Ладно, давай, назад осмотаем. Да все, хорош! Тормозись! Все, продолжить. Надо тут еще посмотреть вид из кабины. Я провтыкал. О, да ты что, сумасшедшая, красиво. Меня опять кто-то толкнул. Я боюсь даже нагазовывать, потому что это как-то вообще жесть. Смотри, смотри, ее тупо начинает нести. Это бешеное ускорение. Я не знаю, это не сравнится с низмовским Ниссаном даже. Он более был как-то, ну, как кажется, толик трассе приплющен. Ну, красиво тут, конечно, красиво. Хоть я и еду 24-м. Ну, это, во-первых, я не знаю ни трассы, ни еще не знаю. Единственный, наверное, хороший поворот, который я вошел. Ага, то есть я могу еще, в принципе, заехать на ручнике. А, ну, вообще не проблема. Ну, это надо было не тут ручник дергать, конечно. А ручник неплохо тут реализован, кстати. Ну, почти неплохо. Тут еще заборчики помогают, конечно, входить в повороте. Радует одно, что я не проваливаю сквозь эти недорезованные текстуры. Или недопрогруженные, или, бля, я фу его знаю, какие они, короче. Но это реально напрягает. Это не есть гуд. Как бы реально это... Ну, не добротно, ну, камон, а? Камон, то ли мой компьютер, то ли Microsoft. Ну, мне их, конечно, уже хер, я их догоню. Даже если сейчас будут сильно-сильно собой жертвовать, то я, конечно, их не догоню вообще никак. Ох, а тут, конечно, шедеврально красиво. Я ударился шедеврально красиво. Ну, блядь. Конечно, добротно они это все сделали, добротно. Крутой такой подъем сразу напрямую, старт-финиш. Реально крутой. Там рядом с автобаном, походу, трасса у нас находится. Тут не получится, не оттормазываясь, проехать. Реально не получится. Интересно, я хоть кого-то могу догнать или нет? Ну, что просрал я все... О, второй хороший поворот. Просрал я все свои позиции, которые, наверное, только можно было и нельзя просрать. Ой, хорошо, ой, хорошо. Я уже знаю эту связку, поэтому пошли все нахрен, я прекрасен. Ай-ай-ай, да ладно, блядь! Ладно, тогда ты будешь моим соперником на эту гонку. 24-й. К сожалению, ты... Вывыл. Да, это надо на руле ездить. У меня, к сожалению, пока руля нет. Ну, он как бы у меня есть, но пока он находится не у меня дома, поэтому... А так, да, это хороший автосимулятор. Красивые трассы, красиво прорисованы машины. Реально все очень красиво, но вот эти, блядь, пропадающие, мать его, текстуры, это, конечно, выбесивает, реально выбесивает. Давай, блин, тормозить. Уже 21-й. Ну, в первой гонке пришел хоть 13-м или 12-м. А я тут по кусту поеду, ничего страшного. Ну, а тут можно и 24-м приехать уже, я так понял, с таким успехом. Последние пару поворотов, но надо хоть их, блядь, сдержать. Ёбки. О, вау, 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 куда? Уреждение левой передней тормозной-то у лодки. А вот что она еще так херово у меня едет, я же ее, блядь, немного раскрепил. Теперь получай фашист гранату. Ну, опять текстур нет, ну, то, то такое, то ладно. Но к финишу я не обгоню никого. А не, ох, получилось, джеттер обошел. Ну, 20-й. Я не вижу, кстати, реалистичной модели повреждений. Кузовных, в смысле, визуализации снаружи. Вот, внутри оно пишет, чувствуются тормозные колодки, там, может, радиатор. А снаружи, кроме, там, забрызганной грязью машины, пока ничего нет. Ну, и останется у нас самый последний режим. Это проехать на фуре. Это я вообще не представляю, каким макаром я его буду ехать. Реально не представляю. Нажимаем эскейп, перейти к гонке. И Мерседес Бенц. Ох, мне кажется, это уже будет круто и мощно. Реально. Вот это махина здоровая. Здуреть можно. Просто здуреть. А давай мы вот такого брутального, бесподобного... А-а-а, во, всё, я понял. Секунду. Секундочкой. Там можно было изменить пол. Ну, измен... Не... Не изменил пол. Всё, я увидел, там можно менять... Вот. Изменить пол. Это у нас девушка. Это у нас парниша. Всё. Гуд. Костюм водителя мы уже выбрали. Сложных драйверов. Новичок. Принимаем. Посмотреть трассу тут никак нельзя, поэтому предлагаю просто начать заезд. Вот это класс. Также тут ещё есть ралли-кросс. О-о-о, вот это, блядь, дура. Вот это дура. Ну, тут как бы, наверное, надо только вид из кабины, потому что по-другому, в принципе... Она не влазит просто в экран. Она не влазит в экран. Такой... Вид... Род гонок я ещё реально никогда не катал. Блядь, ну шо... Вот у него, сука, ну управление просто... Ну реально просто, сука, персик. Почему нет такого управления у того же Порше? И немного похожее есть управление на джеттер. Не-не-не, тут только вид из кабины. По-другому никак. Ну, немножко, да. Прости, прости, брат, прости. Ливерия крутая вот слева от меня едет. Ага, так, сейчас будет у нас поворот вправо, надо перестраиваться. Ой, вот это, боже, просто кошерно я их обошёл, просто... Да-да-да, брат, да-да-да, браток, браток, давай-давай. Так, дядя. Дядя какой едет у нас. Третьим, вторым и первым надо... Уступать немножко дорогу. Ага. Ага, ага. Угу, угу. Всё, всё, я понял. Я понял, что я был неправ. А тут на закате вот такая... Это самая, кстати, стабильная пока... О, это был недоручник. Самая стабильная трасса и самый стабильный, кстати, аппарат, на котором я еду. Можно ещё раз попробовать. Наверное, будет... Джеттер 35-й на этой мокрой дождевой трассе. Я думаю, в принципе, ничего страшного не случится, если мы ещё раз попробуем. О, 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 давай-давай-давай-давай, подвинься. Хорошо. Так, теперь я четвёртый. Тут надо оттормаживать, оттормаживать, оттормаживать. И понемножку... Понемножку ускоряться. Оп. Давай-давай. Ах, сразу вот залетаешь на песок, его моментально сразу начинает тянуть. Чувствуется именно вес машины, его загребать начинает. Можно было отмотать, в принципе, но не хочу этим пользоваться. Ну, вот это крутой режим. На Фурио это... Это, конечно, класс. Реально класс. И тут нигде не пропадают, кстати, текстуры. Почему? Спрофишь. Сам не знаю. Микажи, кума, сама люблю военных. Реально не знаю, почему... Ты меня, сука, так прижал. Ну, прижму теперь и я тебя. Как тут крутой звук по репликам. Так, ну, надо обходить это вот Десла. Ну, класс. Вот на Фурио реально классно. Очень хотелось бы попробовать режим ралли-кросса. Мой любимый после ралли, конечно. Но его в демо-версии нет. А не, накаркал, текстуры и тут пропадают. Хочется поехать с видом от... ...твоей фуры, Мерседес, но она просто реально не влазит в экран. Просто она насколько агрокуйнейшая, что она не влазит в экран, а тут хорошо, что я воспользовался ручником. Немного стабилизировал я. Круто! Вот это круто! Это мне нравится за это... ...респектов и уважения за то, что они сделали такой режим. Я бы у него, наверное, и катал. Постоянно, наверное. Причем бы у него и катал. Ну, тут мы сектора улучшаем по чуть-чуть. Улучшаем, улучшаем, улучшаем. И надо... ...заезжать... ...газовать, потому что это последние пятки поворотов у нас остались. Прямой старт-финиш. Тут можно резать, кстати, в пенальти время не дают безветку. Дальше по реприка. И вообще просто вот так вот, просто на легенце. Тогда меня там выкинуло, но сейчас уже не такой дурачок. И мы финишируем в демо-версии. Ну, хоть на фуре. На первом месте. И это... ...это круто. Вот так. Вот это класс. Вот это реально сделано класс. Первый. Все дела. И опять у нас реклама. А, наверное, смотреть мы дальше не будем. Думаю, пока и сейчас хватит. С вами был Антон. Это была игрушка Forza Motorsport 7. И подписывайтесь на мой канал, если вы ждете еще больше всяких интересностей, связанных с данной игрушкой. И если вам понравилось, пишите комментарии, как вам понравилось. Я буду стараться записывать еще эту игрушку для вас. А пока месяц. Вот так. Это была демо-версия. С вами был Антон.